здравствуйте друзья понедельник 28 марта с утречка можно сказать почти еще одиннадцати нету двигаюсь я в офис и через час с небольшим то есть в полдень начнется наш эпохальный проект где будет много много студентов одновременно у меня так не было раньше чтобы вот так по 2000 там по три тысячи студентов одновременно не знаю непривычные условия весь наш механизм как мы все это делали он как-то не очень срабатывает сейчас поэтому мне на ходу приходится переосмыслять что что и как делать например я буду делать прямой эфир в ю тубе то есть обычно да у меня там есть какой-то софтвор в котором мы делаем вебинары go to webinar называется и мы там записываем потом я подвешиваю общем все нормально сейчас я так не смогу потому что поскольку мы администрируем это в скайпе а в скайпе в одну группу больше 600 человек не помещается я сегодня с утра пятую группу создал то есть мне ирина который увидит учет и все это дело там а приходует она сейчас заканчивается четвертая группа и уже как бы видно что ее не хватает очень надо я и сделал пятую вот поехал в общем да я думаю что 5 будет последней то есть мы не будем больше создавать новых групп кто как бы не попал в группу соответственно будет просто смотреть в записи совершенно не обязательно вот нет нет это в записи он может прийти смотреть как бы то что в ю тубе идет в той мере в какой мы в ю тубе он может смотреть сразу поэтому я надеюсь что ну скажем так надеюсь из опыта прошлых лет это все-таки третий раз мы делаем такую такой заход когда бесплатно когда для всех когда на русском там и так далее опыт такой что примерно половина от ва отпадает от этого процесса через три занятия а так чтобы уже до конца дошло но это я не знаю сколько там ну 25 процентов вот как только нужно делать домашнее задание друзья так сразу в общем пропадает энтузиазм вот поэтому а если например не делать домашнее задание то тогда ты перестаешь понимать о чем разговор происходит в классе это гораздо острее когда изучают что-то очень техническое например там кодирование как бы не программирование да если ты один урок пропустил ты уже в общем то может оказаться что ты дальше уже все вот но если ты два-три урока пропустил тоже точно все в нашем деле конечно в той его части которые нет не очень техническая больше на здравом смысле да потому что в тестировании очень много на здравом смысле на понимании не столько инженерных аспектов того что происходит сколько пользовательских таких бизнес аспектов и так далее поэтому там не нужно быть очень техническим человеком чтобы иметь работу и нормально зарабатывать то есть 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 такой сегмент где не обязательно и вот я рассчитываю что через там три-четыре урока нас останется меньше тысячи тогда я смогу вернуться к нашей схеме использование go to webinar потому что go to webinar дает более высокое качество там 2к у меня картинка они 1080 он никогда не подвисает в отличие от youtube стримов в youtube вот и там вот в этом софтвере у меня лицензия на тысячу человек на тысячу участников вот когда меньше тысячи опустится мы переключим это в планах я я не знаю я пока вот на ходу ищу всякие решения и и еще я подумал что поскольку это третий раз и у нас есть первые два записаны то почему бы не сделать вот это как-то еще по-другому но вот не так как уже записано да то есть конечно вы каждый раз когда делаете там через пять лет или через десять лет то же самое вы делаете у него что по другому поскольку что-то меняется не там вот но у меня когда что-то уже записано я говорю ребят вы посмотрите что записано а мы поговорим вот еще об этом я могу поговорить о чем угодно и довольно долго и все будет полезно я не говорю о бесполезных вещах так что очень посмотрим я я даже волнуюсь немножко потому что вроде я уж там столько лет на на одну и ту же тему да или так скажем один тот же предмет дисциплину но вот административный аспект да вот там как они там уместятся как как я буду с них там фидбэк получать и так далее вот эта часть непонятная но посмотрим я стараюсь сделать более интерактивным да то что я привык стриме в youtube это вести и в стримах очень важную роль играют вопросы которые люди задают поэтому безусловно есть то что я хочу сказать да и я скажу с другой стороны люди задают вопросы в такой достаточно свободной форме там происходит поэтому ты видишь такой поток ты видишь ленту этих вопросов ты видишь что что народ беспокоит бывает просто хороший вопрос думаешь да вот это вопрос это нужно это всем интересно будет если правильно подать еще подать нам в общем такая вот история первый урок ой господи старость не радость понимаешь так уже казалось бы друзья о душе подумать расслабиться там не знаю что еще можно сделать нет не удается не расслабиться не о душе подумать ну то есть так между делом о душе между делом расслабиться а так вот покой нам только снится и у меня конечно еще некоторые беспокойства по поводу как сказать поддержание порядка что ли когда большие группы людей и плюс вот эти вот крайне неблагоприятные внешние обстоятельства там любит там война люди гибнут и из разных стран у нас там да тоже участники и некоторые наверняка очень возбужденные перевозбужденные поляризация и вот как таких условиях все это удерживать в каких-то рамках тоже тоже интересно я хочу может быть напоследок рассказать наверное рассказывал не раз эту хохмочку когда я занимался самбо борьбой самбо и секцию нашу вел создатель борьбы самбо анатолий аркадьевич хорлампиев мне было лет 15 9 9 9 9 10 где-то вот так и он все время рассказывал какие-то знаете истории из жизни но ему было что рассказать и вот я это так называю наукой побеждать вот то что он рассказывал она была нацелена на то чтобы формировать боевой дух такой настрой победителя и вот он говорил что бывает что вот какой-нибудь человек мог бы там зайти на первую ступень куда-то стать победителем но просто в силу того что вот так сложились обстоятельства что вот тут его подфартило там подфартило здесь подфартило и так он стал а если бы не подфартило он бы не стал но где-то не чемпион чемпион это тот кто становится на первую ступеньку независимо от обстоятельств то есть обстоятельства и он такую фразу сказал обстоятельства крайне редко сходится благоприятно обычно всегда есть что-то что мешает в спорте да там где-то ногу потянул где-то у него там старая травма где-то у него там я не знаю еще этом не в лучшей форме там силу тех или иных причин там и так далее редко редко удается вот так быть в идеальной форме и поэтому побеждать на нас значит над настраиваться на так чтобы побеждать в любой форме вот так какая бы форма не было какие бы ни были обстоятельства все равно надо побеждать и вот я хочу эту хохмочку рассказать сегодня нашим студентам потому что обстоятельства крайне неблагоприятные у подавляющего большинства тех кто сегодня в классе будет вот а а надо побеждать поэтому вот этим будем заниматься счастливо